В Ак-Тубе вдовец с двумя детьми просит помочь в лечении восьмилетнего сына. Если не принять меры, ребенок может остаться инвалидом. Семья живет в гараже и отсутствие элементарных условий только усугубляет положение. В своих мечтах восьмилетний Абдул-Хамид играет с друзьями, ходит на тренировки, по карате, готовится стать чемпионом. Хочу вылечиться быстрее и к друзьям вернуться. Но реальность сурова. Абдул-Хамид передвигается на коляске и живет в гараже, приспособленном под дом с безработным отцом и сестренкой. Его мама скончалась год назад от драка, а летом мальчику поставили диагноз болезнь пертеса. Нарушение кровоснабжения в головке тазобедренного сустава. Без должного лечения есть риск навсегда остаться инвалидом. Важнее всего просто качественная медицинская помощь, чтобы он мог ходить. Это помещение, которое строилось как гараж, семьей выделила компания, в которой крановщиком работает дедушка Абдул-Хамид. Он единственный кормилец в семье. У сестренки Абдул-Хамид заболевание коленного сустава и ей тоже требуется лечение. Условий для проживания больных детей в гараже, конечно, нет, как и средств на массажиста, бассейн и лекарства. Лечащие врачи Абдул-Хамид уверяют, что делают все возможное для его успешной реабилитации. Поэтому летом он обратился, обследовался и где-то в сентябре ему был установлен диагноз. Ребенок находился на реабилитационном лечении в клинике Дару, был выписан, сейчас находится дома на консервативном лечении. Однако отец мальчика опасается, что лечение недостаточное, мол, его нога становится все тоньше. Медики пообещали начать оформление инвалидности Абдул-Хамид. Эльмира Яжанова, Слухам Бекенов, Инфорум-бюро, Актубе.